На низком старте до удела у других европейских гульнях рыхтуются 35 спортсменов Гомельской области. С поборництва распочнуться у Минску 21 червяня. У программе 15 видов спорту. По кульже у нашем регионе завершаются приготовления до сустрейшей эстафеты полымя миру. Под обязанностями Володая Марина Джалая. Урошистая церемония сустрейшей полымя миру отбудется 5 червяня. В 16.01.40 хвилин побоч с лядовым палацем. Факел эстафеты будут передавать з рук у руки ведомые спортсмены, деятши культуры и мастацтва. Яскравым финалом Гомельского этапу станет концерт, який почнется у 19.01 на площади Ленина. Усяго ж по нашей области эстафета «Агню» будет подорожничать до 10 червяня. Маршрут пройдет празд Жлобин, Мазыр, Туров и Национальный парк Прыпятске. Далее полымя миру накируется у Минскую область, где 11.01 эстафету будет примать Солигорск. В наибойнейшем мультиспортивном форуме континента примать удел больше за 4000 спортсменов с 50 краин. Яны разыграют 200 комплекта узнагарод в 15 видах спорту, а так само лицензии на Олимпиаду 2020 у Токио. Спортсмены Гомельшины выступят в 9 видах. Традиционные виды спорта будут представлены от Гомельшины. Это гребля, это бокс, это борьба вольная, борьба греко-римская, дзюдо, акробатика, велоспорт, легкая атлетика. Поэтому мы надеемся на то, что наши спортсмены достойно себя покажут. И они готовы к этому, они к этому подходили. Я надеюсь, что прежде всего им помогут и родные стены, и родная публика. Подаденных на сегодня больше 6000 жахару нашего региона набыли билеты на другие европейские огульни. Найбольшей популярностью корыстаются дни их открытия и закрытия. Мы на базе Гомельского облсполкома управления спорта и туризма создали штаб специальный, который сегодня помогает желающим ответить на вопрос, где купить билет. Мы сегодня подсказываем непосредственно программную сетку, на какие игры, куда можно поехать. Рекомендуем, если уже мы знаем, что в этих соревнованиях будут принимать участие гомельские спортсмены. А кто не сможет подтримать спортсменов на важных стартах у Минску, мая махчимость долучиться до падей у фан-зони у Гомеле. И она будет организована побачь с лядовым палацем. 21 числа она начнет функционировать. Очень много будет активностей, очень много будет задействовано интересных творческих коллективов, которые будут работать между прямыми включениями и прямыми трансляциями. Фан-зоны будут начинать работать с 10 часов. Европейские гульни – проект стилизованный под Олимпиаду. Первые гульни прошли 4 года тому у Баку. Тогда гомельские спортсмены завоевали 3 золотые и 3 бронзовые медали.